Ну вот смотри, по поводу церкви мы просто давно не говорили. Сейчас объясню, чем заканчивается красивая история со Схейгуменом Сергием. Это тоже любопытно. Она уже заканчивается? Ну, она заканчивается. Сергий Первым заговорил о миллионах долларов в РПЦ. А вот популяция мрачных кремлевских жаб, которая, в общем, привыкла, что крупные, большие купюры кружат где-то в зоне досягаемости их языков, и только они имеют возможность их перехватывать, они впервые задумались о том, какие действительно в глотку РПЦ засасываются суммы. Они получили возможность заглянуть в эту глотку. И эта тема, в общем, им уже понятна. И всякие стеснения отброшены. И отчасти поэтому, вот из-за того, что мимо кремлевского, генеральского носа летают большие доллары, конечно, им во всяком снисхождении в вопросе Дзержинского было отказано. И для них теперь все понятно. И стало понятно, какие суммы в реальности приносит этот шоу-бизнес. Кстати, шоу-бизнес тоже переживает жуткие трудности, как и любой другой шоу-бизнес. Если ты следишь возможностей, напомните, себе все меньше и меньше. Вот такая есть героиня Инстаграма под названием Инстасамка, которая... Если бы не вы, я бы о ней не узнала. Нет, она была полита зеленкой. И это единственная ее возможность привлечь к себе внимание, потому что безостановочно показывать ягодицы и выдавливать прыщи, это приелось. И вообще, вот когда над русским шоу-бизнесом вырос яростный такой ядерный грипп в форме поющей Бузовой, то всем стало понятно, что, в общем, им конец, и они теперь спасаются мелкими скандалами. А вот в РПЦ там зеленой мордой, она особенно не поторгуешь, поскольку публика уж очень... Да, что, с микрофоном что-то? Публика уж очень, я бы сказал, старорежимная. Уж очень ей надо все современненькое и, тем не менее, все равно очень деспектабельное. Хотя, в общем, на самом деле этот потребитель консервативен, но вот сейчас РПЦ пытается спастись очень забавным образом. Это касается неправедного, страшного для них марсоходия, да. И вот мне прислали, да, текст молебна о полумании богопротивного и мерзкого марсохода, лучиной ему взад, как выразился. Один из архиереев, пиндоская кориамба, которая пачкает землю марсианскую обетованную. Вы сейчас серьезно, Александр Глебович? Абсолютно. Ты же знаешь, что у меня очень богатая агентура в церковной среде. Ну, некоторые оживляши еще вносятся, конечно, к криминальной хроникой, потому что вот недавно ты, если наблюдаешь за этим, в Тихвинском монастыре покрали частицы мощей Матроны, но никто не знал, что именно украли, да. А я запросил архиереев. Ну, там все знают, что украли ковчежицы блестящие золотые, в нем находились мощи Матроны, но никто не знает, какая именно часть тела там была. А я знаю, потому что я запросил архиереев, архиепископов и епископов, и мне сообщили, что это то ли ногти с большого пальца ноги, то ли пяточная мозоль святой, что она поразит такая подозрительно черненькая и пахучая. Слушай, эти все ребята, это друзья моей юности, они просто стали архиереями. Я стал архиереем журналистики, а они в своей. Они по плохой дорожке, а они еще по другой плохой. Ну, наверное, да. Но это такой вообще нормальный православный подход. И, как ты знаешь, эта коробочка с мощами Матроны, она очень долго гастролировала по северо-западу и сделала отличный сбор. Вот тут ничего не скажешь. И вот когда чекистам и вообще в Кремле стало понятно, ты слышала когда-нибудь знаменные или демественные распевы? Ну да, есть знаменитые и знаменные распевы, да. И вот когда они узнали, что таким распевом исполняются песнопения, наши баксы пахнут ладаном, и они наконец это все поняли. Ну, а ты вообще вот как-то до всех дошло, что просто так за так наряжаться в посмешище, нести ахинею, подставлять задницу каким-то бородатым бугаям в женских платьях и в бижутере, конечно, никто не будет. Понятно, что вера – это прежде всего товар, но который еще и втюхивают этим беднягам втридорого. Поэтому Сергия решили арестовать, именно для того, чтобы иметь возможность с ним приватно и спокойно беседовать, выведывать у него все механизмы церковных финансовых чудес. Потому что вот обычного, понятное дело, можно забрать приходского попа, но его пытать бессмысленно, как бессмысленно, например, пытать овцу на тему отбеливания, тюкования, продажи шерсти. Она не знает, да, вот дело овцы – прийти, подставить бока под ножницы до розовой-серой щетинки и стараться, чтобы ее не порезали. Вот точно так же приходской поп, который отдает себя архиерею или благочинному, он приходит и всего-навсего подставляет себя под эту обстрижку. И приходской поп никогда не скажет правды, он ее не знает. Он начинает сразу унижаться, умолять и бить земные поклоны. Я, кстати говоря, вот, Оль, ты смеешься, а у них это битье земных поклонов доведено до совершенства. Я знавал одного попа, который… Причем он был не просто поп, он был архимандрит. Он периодически уходил на заработки в строительную бригаду, человек мог за смену лбом демонтировать 40 квадратных метров паркета. У него это получалось лучше, чем руками. То есть у него был до такой степени тренированный мастеровитый лоб. Ну ладно, мы сейчас вернемся в тему. И вот об этих всех водопадах и потоках финансовых приходской поп знает мало, митрополиты молчат. И поэтому Сергий для них сейчас, конечно, кладезь невероятных знаний. И поэтому, именно поэтому он арестован, именно поэтому ему уделяется столько внимания. Ты вот тоже зря улыбаешься, потому что там смертельная среда, там вот есть финмониторинг гражданский общий, есть налоговая. Я тебе скажу, что гражданский финмониторинг это счастье, это добрые, нежные ангелы по сравнению с тем, что есть в церкви. Потому что ведь когда говорится, что там ведь стучат все на всех, да, и когда говорится, что поп купил автомобиль, это подвиг немыслимой храбрости, потому что истерику по этому поводу устраивают все. Не то, что ты купил автомобиль, а почему мы не знали про эти деньги. Там нужно отчитываться за все, за покупку стиральной машины, за подарок попадье. Когда люди приходят в это вот благочинное управление, им могут настучать по физиономии чеками из пятерочки, из окея. И недавно совсем моего знакомого, приятеля Протеерея, лупили в епархиальном управлении кошачьим кормом по лицу, потому что получили чеки, что он на месяц в коту купил 40 пакетиков корма, а в месяце 30 дней. Зачем ему 40 пакетиков корма, он украл эти деньги у архиерея? То есть там все очень строго. И в монастырях, кстати, то же самое, потому что совсем недавно был случай, когда первый день в монастыре и монах припрятал полученные за молебные деньги. Но дурак такой припрятал в трусы. Он не понимал, что именно туда-то и устремится око архиерея и монашествующие братья, в первую очередь, и не только за деньгами. Но это неладно, неважно. Да, вот мы понимаем, что этот колос РПЦ постоянно финансово эрегированный и вместо фигового листа у него маленькая тихая улыбающаяся старушка. Теперь это никого уже в заблуждение не вводит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!